Привет, YouTube! На связи хранитель любежища Денис, канал Love Games. И сегодня я покажу вам игру The Outer Worlds. Она еще не вышла, она вот выйдет в пятницу, 25 октября, но у нас уже есть билд на Xbox. Собственно, с Хуана сегодня и будем играть. Персонаж уже создан, ловкость, интеллект и привлекательность. Да-да, это все про этого парня. В углу справа, ну и давайте не будем терять время, сразу приступим к сюжету. Неплохое начало. Досталось нашим ребятам. ТЕРА-2, орбитальная лаборатория. Здесь мы скроемся, наверное. Ха-х, щет. ТЕРА-2, орбитальная лаборатория. 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 ТЕРА-2, орбитosaurus. то есть мы сейчас полетим за реагентами для других членов команды. Простите, было внезапно. И нас, видимо, кто-то должен встретить. Да, я надеюсь, нас кто-то встретит. Окей. Мы все записываем одним дублем, поэтому загрузки, они тоже здесь, естественно, будут присутствовать. Да, контактное лицо. Меня зовут Hawthorne, и он будет ждать вас на ландшафтах. Он был ваша шофер, так сказать. Не волнуйтесь, я уверен, что он специалист. Дашь, гонслингер, одно-очень, что-то, что-то. Ты любишь его, я уверен. Я также оборудовала вас с простым монитором, чтобы я смогу контракать ваши прогрессы. Я буду перейти с вами как-то скоро вы перейти. Добро пожаловать. Я, все колонисты, участвуют на вас. Да, черт убери, ответственная миссия. Будем спасать колонистов. Ей. Я не очень воодушевлен этой миссией. Ну, что поделать. Не самое мягкое приземление, на которое я мог рассчитывать. Но главное, что мы живы. Ей. Супер. А где ход... Черт. Видимо, координаты были... ...излишне точными. Юмор от обсидиан. Черный юмор. Ну, что поделать. Этот парень прилетел сюда... ...на корабле... ...чтобы нас встретить. Теперь, по всей видимости, мы заберем его корабль. Знаете, я себя чувствую, как... ...один из... ...парней... ...на презентации, который держит в руках геймпад и показывает... ...всему миру... ...геймплей, еще не вышедшей игры. Он делает все плавно. Чтобы зритель мог погрузиться... ...в атмосферу игры. Наверное, на этом плюсы геймпада... ...в играх от первого лица. И в шутерах... ...ну, для меня лично, заканчиваются. Кто это такой? Мародер, наверное. Здравствуйте. А, нет, вы уже не разговариваете. Мародер-разбойник. Угу. Лутаем. Игра очень цветастая. На Fallout 1 и 2 точно не похожи. Да и на New Vegas тоже. Скорее на No Man's Sky. Денис крадется. Никто его не видит. Это не баг с травой. Это чтобы мы... ...игроки видели, куда ползем. Нам пошли на уступки. Три метра до цели. Здесь проблем не возникнет, я думаю. Ау! Что происходит? Помехи? А побочные эффекты. Мы же длительное время лежали в капсуле. Ох уж этот крио, крио, крио сон. Я здесь ноги не сломаю? Ай! Я почувствовал вибрацию на контроллере. Ваше здоровье ухудшилось. У нас есть какая-то специальная маска. Посредством которой мы можем восстановить запас жизненных сил. Ну, будем считать, что это начало первого фоллаута. Временное убежище. И выживший. Пойдем общаться. А не дергайтесь, я вас подлотаю. Я же медик. Что с тобой случилось? Расскажи. Ах, мародеры. Оружие, говорит, случайно выстрелило. У вас хорошая подготовка. Раз оружие. Само стреляет. Расскажи про мародеров. Я не знаю. Наверное, это интересно. Какой-то дурень посадил, говорит, космический корабль посреди пустоши. Я, кажется, его видел. И его останки. Слушай. Давай-ка, давай-ка свое оружие сюда, и я схожу за помощью. Вот так вот. Использовали убеждения, получили дополнительные очки. Спасибо. До свидания. Я пойду. Пушка, пушка. Контроллер. Геймпад в моих руках. Ну, давай. Да, это было громко, простите. Какие милые... Я не знаю, кто это. Мини-вараны. Тактическое замедление времени. Да мы уже поняли, что это... Своеобразная тактическая пауза. Ну, не пауза, а действительно замедление. До свидания. Ну, а сейчас мы ей как раз воспользуемся. Раз, два, три. Неплохо. Четыре. До свидания. В этой игре нам предстоит лутать. Лутать будем часто, помногу. Какие-то катушки непонятные. Некоторые материалы, наверное, можно использовать для взлома вот таких вот ящиков. Взлом компьютеров и скрытие замков. Мгм. Тринадцать чего-то и... Точнее, пять единиц. Одного материала и четыре другого. Но у нас не хватает катушек. Эй. Эй. Дай-ка я тебя залутаю. Вообще, катушек должно хватить, по идее. А где они... Где они находятся, я не знаю. Мы можем потом сюда вернуться. В скобочках нет. Не думаю, что там что-то полезное. Лучше спустимся чуть ниже и попробуем себя в стелси. Или не будем пробовать себя в стелси. Да ну к черту. На, получай. А тебе нужно спрятаться. А ты реально спрятался? Ай! Вы не мародер, вы ниндзя. Так незаметно ко мне подошел. Ну что, ты последний? Вандалище. Не хватает удара кулаком. Так, я заберу ваши пистолеты. И ваши тоже. И где-то кто-то здесь еще валялся. Ну и хрен с ним. Очень цветастая игра. Да. Вот даже глаза немножко побаливают. В визуальном плане она... Ну, не сказать, что выглядит современно. Но это же Obsidian. Они в изометрии хороши. Они хороши в диалогах, в сюжете. О, лейтенант Мерсер. А вы, собственно, экипаж этого судна? Или вы так, наблюдатель? Ага. Нет, вы не член экипажа. Я понял. А почему у вас горит правое ухо? Точнее, левое ухо. Это, наверное, солнышко. Пробивается. Там один из ваших товарищей спрятался в пещере от мародеров. Вы бы ему помогли. Как он? Ну, я его подлечил нормально. Запрещается принимать помощь от сторонних медиков? Ну да, он что-то такое говорил. Странное у вас правило. Надо было, наверное, его оставить... Умирать в этой пещере. Давайте, погнали, раздадим люлей мародерам. Да, я умею убеждать женщин. Я прав. Погнали. Вот у меня сейчас дежавю. Я как будто в Fallout 3 или в New Vegas играю. Все эти анимации, знаете ли. Они неплохо стреляют. А критический удар... Возможно? Зарядить. Я видел, как ребята... Воу! От одной пули разлетаются. Вот и все. Это было быстро. Кстати, рекомендуется играть в эту игру на... Максимальном уровне сложности. Мы играем на стандартном. Да, бы хоть какой-то челлендж присутствовал. Ладно, я пойду в шлюпку. Двери не открываются, игра загружается. Пожалуйста, будьте уверены, что этот бюджет не имеет значительного пленда. Пункт управления полетами. Здравствуйте. AI, искусственно-интеллект нас встречает. Я не нежелательный посетитель. Капитана, к сожалению, убили. Слушай, хватит меня запугивать. Что ты сделаешь вообще? Самоуничтожишься? Я не собираюсь ничего себе присваивать. Вот. Неискренность. Неискренность? Ну, как ты можешь сомневаться в моих словах? О, чёрт. Ты ведь понимаешь, что мы сейчас находимся не в космосе, а на Земле, да? Ах, ох уж этот юмор. Короче, мне нужно поднять этот корабль в воздух. Она принимает приказы только от капитана Алекса, который уже погиб. Он мёд, мне очень жаль. Я понимаю. Я требую немного времени, чтобы процессировать эту информацию. Спасибо за твою patience и за твою honestность. Ох уж этот искусственный интеллект будущего. Я программу, чтобы принимать орды исключительно от капитана Алекса. Со своими эмоциями виртуальными. Если я принимаю ваши орды, то ты должен быть капитан Алекса. Ты понимаешь? Да, я понимаю. Давай назначим меня капитаном. Ну вот, отлично. Супер. Двигательная установка в настоящий момент, говорит, неисправна. Ага, это ещё и экстренная посадка была. Вот почему мы припарковались в... ...запрещенном месте. Здесь парковка... ...не приветствуется. ...если верить девчонкам снаружи. Я инженер, поэтому... ...слушай, давай я... ...давай я поумничаю немножко. В общем, нам нужно найти регулятор. До свидания. Да-да, до свидания. Получили новый уровень. Сейчас обязательно прокачаемся. Регулятор находится... ...на втором ярусе. На втором этаже корабля. Ну, точнее... ...ёмкость для него. Слот. А вот где находится сам регулятор, это, к сожалению, мне неизвестно. Нет, это не мой корабль. Уверенно зашёл, я всегда так делаю. Это какое-то недоразумение. Ну, это какое-то недоразумение, я инспектор по безопасности, вообще-то... ...безопасности звездолётов. Ревизору. Да, не пудрите мне маски. Всё, до свидания, да. Всё хорошо. Штрафы ещё платить. Я этот корабль впервые вижу. Ну, она пока не знает, что мне выписали документы и... ...удостоверения соответствующие. Её ж теперь капитан Хортон. Ну что, ждёт нас большой открытый мир. Надеюсь, что изучать его будет интересно. Погнали сразу по мейн-квесту. К тому же здесь у нас на пути мародёры. Здравствуйте. Что, голова заболела? Понимаю. Не сказать, что я получаю огромное удовольствие от стрельбы. Она здесь деревянная. Хотя, вроде, и отдача присутствует. Это если вы играете на геймпаде. Вибрирует всё как надо. Но видно, что это не шутер. Ничего. Мы и не надеялись. Ну, я во всяком случае не надеялся. Я жду клёвых квестов. Юмора. Макрухи. Чёрного юмора. И вот это вот всё. Эджи Уотер. Кто-то из журналистов игровых сравнил эту игру с мультиком. Бесшабашным, таким лёгким приключением. Ты откуда вообще взялся? Я... Ну, откуда-то он оттуда упал. Сверху. Дай поговорим. Территория мародёров. Я просто прохожу мимо. Про капсулу свою я не буду тебе рассказывать. Не безопасно здесь. Ты лучше идёшь в город. Откуда он знает, что я не мародёр. Может, я переоделся. Эээ... Представляться я не буду. Точнее... Нет, я капитан. Знаешь, я капитан безнадёжного. Именно такое прозвище мне. Эээ... Далее. На корабле. А, вы трупы таскали. Ага. Да, здесь недалеко кладбище. По правой стороне, по-моему, было. Я... Я пошёл. Здравствуйте, ребят. Не, ну так красиво со стороны. Если не всматриваться... Не приглядываться к деталям. Погнали. Пообщаемся с местным... Главой поселения. Мэром. Или кто он там. Ребята, которые приложили руку к... Фуллауту. Первому, второму. К Нью-Вегасу. Obsidian Entertainment. Они, естественно, очень этим гордятся. И, по-моему, даже, когда выпускали трейлер игры The Outer Worlds. Была надпись от создателей Фуллаут оригинального. Но... Атмосфера-то я не могу сказать, что напоминает Фуллаут. Уж точно не... Картинкой. Здесь красиво в городе. Интересно. Кеннери. Интересно будет побегать, поизучать. Вот насколько живые NPC... И насколько много здесь квестов. Интересно квестов. Покажет время. М-м-м. Мотивы хорошие. Чувствую себя ковбоем. Ну что, зайдем в салун. Точнее, в Салтун. Главное, чтобы здесь был бордель. Не-е-е-е-е. Откуда я знаю, куда идти? На ресепшн никого нет. О, знакомый компьютер. А у нас еще очки висят, навыков. И способностей. Пока не будем тратить на них время. Дело в том, что... Я ограничен во времени. Это установку от разработчиков. Извините, я вас перебью. Да, я гость. Ой, Эрит, как-то нехорошо получилось. Эм... Я, пожалуй, дождусь... Пока вы закончите. Она симпатичная. Надо потом познакомиться поближе. Какие-то у ребят проблемы, видимо, с оборудованием. Оно устарело. У вас, кстати, тоже ухо светится. Это, видимо, какая-то местная болезнь. Либо у вас у всех день рождения сегодня. И кто-то вас... Тянул за ваши уши. Вы, наверное, местный начальник. Я Риид Тобсон, администратор. Я не могу помочь, но заметить, что вы не в униформе. Я... Собственно, я не работаю на просто космос, поэтому я и не в униформе. Я даже не знаю, есть ли у меня ноги. Надо потом проверить. А че, ваш город не привлекателен для... туристов? Мне нужно корабль отремонтировать, на самом-то деле. И я ищу регулятор мощности. О, ну сразу видно, разбирается в технике. Блин, секс. А, то у вас, получается, есть регулятор, но вы мне, конечно же, хрен его отдадите. А есть еще один, ну-ка расскажи. Говорит, есть еще один. Я весь в внимании. Ботаническая лаборатория. Почти забр... А что значит почти заброшено? Да-да-да-да, вот... Собственно, этот вопрос меня интересует. Рит. Позвольте. А, люди там живут. А че они там делают? Они, наверное, не обрадуются, если я приду и лишу их электричества. Вот это точно. Нет. Я не надеюсь, что они будут счастливы. Но, как родители, дисциплинировавшим ребенком, вы сделаете им добрость. Подождите, а вы родители? А они дети? Дезертиры. Дезертиры. Бывшие работники? Ну, наверное, не отладкой жизни Рит Тобсона они ушли-то от вас. Из города. Почему? Ну-ка расскажите. Нам нужен бэкраунд. Ну, мы заметили, да. Ну, мы заметили, да. Вот я по голосу и по твоим эмоциям не могу понять, ты злодей или нет. Вроде нормальный мужик, но, может, опыта у тебя манагера не хватает. Чем могу вам помочь-то? Угу. Угу. Сейчас будет проблема. Дилемм морального выбора. Аделаида? А как я узнаю, кто такая Аделаида? Я, конечно, могу спросить. Старша, благородна, доброжелательна. Лучше бы ты сказал, что у нее грудь пятого размера, я бы ее сразу нашел. А если она не захочет возвращаться? Я чувствую, не так легко будет уговорить дезертиров. Я посмотрю, что можно сделать. Ну, ты хочешь со мной пойти? У тебя, кстати, тоже уши горят. Мистер Топсон. О, мисс Парватия. Эм... Да, пойдемте. Но я не могу поверить, что она талантливая. И может показать вам полезно. Вы нуждаете административный паскод, чтобы уйти в плане. Я верю вас в мою. И верю, мисс Парватия, чтобы вы ее в плане. Отлично! У меня есть мою ванчу, диагностикаты, пенки и пенки. Так что... Я все готова! Да, я рад, что слышу. Будьте счастья. А вы нам больше не нужны, Рид. До свидания. Ха! Напарники. Напарники обеспечивают поддержку в бую. Их навыки улучшают ваши навыки. Интересно, как они увеличивают вашу грузоподъемность. В общем, сплошные плюсы, дамы и господа. Кстати, давайте я вам покажу, как прокачивать все эти навыки. Рам-пам-пам. Если что, поставите на паузу. Ознакомитесь. Ближний бой, дальний бой. Ну, давайте прокачивать дальний бой, например. Выбираем. Применить. Нет, не применить. У нас 9 очков. Я думаю, что... Да, давайте пока все 9 вкачаем в дальний бой. Нажимаем X. Нажимаем принять. В противном случае все сбросится. Ну, в принципе, можно и сейчас все сбросить. Если вы вдруг передумали внезапно. Способности. Крутизна. 50% от базового здоровья. Это супер круто. Применить. Нажимаем. Что здесь еще есть? Снаряжение. Вот так вот выглядит. Экран снаряжения. Все достаточно просто. Дневник. Завершенная задача. Главное задание. Перемьерин. Карта. Да. И... Наши наемники. Раздел напарник. Здесь мы найдем все про нашу прекрасную спутницу. Всю информацию. Это что такое? Это ударный молот. Просто космос. 120 уронов в секунду. Not bad. И... Саблич Сау. Это, наверное, наш инвентарь уже. Задается мне. Пойдем, дорогая. Некоторые люди могут попросить вас выполнить другое задание. Ну, конечно, это же РПГ. А... О! Ты с нами? Куда пойдем? Может быть, ты расскажешь мне о вашем городе? Давайте посмотрим, как... А... А? А? Поговорим? Нет, 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 нет. Я хотел показать компьютер. Опа. Э... Эджуотерский... К... Консервный завод. Собственность просто космоса. Доступ к терминалу. Записи. Внимание, 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 внимание. Эм... Немножко глазки болят от такого цвета, но... Но да ладно. Ладно, давайте поговорим. А где... А... А... Мадам? 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 А вы, собственно... А как... Вы под стол, что ли, залезли? Вы хотели поговорить? Извините. Я... Я... Ты просто хочешь выйти. И ты, наверное, не хочешь разговаривать, как я. Это просто... Мистер Топсон имеет свой свой взгляд на вопросы. На связи с его работой и... И все. Но... Это не единственная сторона. Эм... Чё-то я не понял. Он о чём-то не договаривает? О... Дезертирах? Харватит. Ты знаешь, я бы лучше вышел на улицу хотя бы, а то вдруг нас подслушают. Тебе же потом по попе настучат. А ты знакома с Аделаидой? Мисс Макдевит? О... Господи, нет. Она была очень важной человеком. Специалистом, ароматизатором. Она работала в большом офисе с мистером Топсоном. Все, что я знаю, это... Она уехала, после того, что ее сына умерла. Оу. Это реально большая работа. Я слышала, они двоих крыла от моего места. Ясно. Слушай, я уверен, что дезертиры — это... Ну, хорошие ребята. В чём же дело? Мистер Топсон пытается убрать их силу. Они у них нет светлых, чтобы увидеть, ни холода, чтобы приготовить. Они у них не будет электричества, если мы заберём девайс. Но мы можем их пригласить обратно в город. Он не выглядит право мне, мистер. Я думаю, что ты должен поговорить с городом об этом. Макс. Безумный Макс, наверное. Где я могу его найти? Миссия на северной стороне города. Ты не можешь это помыть. За счет того, что это только чистая вещь. Извините, я просто даю минуту. Ты умерла минуту. Следующий из твоего пенни. Он из-за опасностей, мой друг. Я иду. Боссы с ордерами. У нас все осталось квотов, чтобы сделать. Обалдеть. Ну, у вас тут и правил. Даже покурить не дают нормально. А ты чё сидишь? А, ты за мной следишь? Ну, конечно. Рассказывай. Пердит там в лавку. Я же вам говорил. Диалоги, квесты здесь интересные. Стрельба не очень. Графон не очень. Музыка приятная. Удивит ли чем-то нас игра? Ну, посмотрим. Время покажет. Сегодня, к слову, если вы вдруг сейчас смотрите 23-го числа эту запись на нашем YouTube-канале. Во-первых, спасибо, что зашли, оставили комментарий и, возможно, даже лайкнули. Но если дизлайкнули, то написали почему. Ведь хочется развиваться и на YouTube, мне в том числе. В общем, знаете, сегодня мы покажем 3 часа геймплея этой игры. С самого начала. На нашем Twitch-канале. По ссылке twitch.tv.ru Буду ждать вас в гости. Ну, а завтра, в четверг, 24-го числа, 16.00, уже можно показывать полное прохождение. Так что, рано или поздно, нарезка появится на YouTube. Ну, либо смотрите наши стримы. Taste of Freedom. Вкус свободы. Торговые автоматы. О, их даже можно взламывать, ребят. Что у нас здесь есть? Просто жуй. Легкие боеприпасы просто космос. Я быстро пройдусь. Если вам будет интересно ознакомиться подробнее с описанием, вы можете всегда нажать на паузу. Это же YouTube. Приятная музыка. А здесь кто проживает? Людек Миллер. С вами можно поговорить? С чего, враг? У вас, кстати, тоже горит ухо. Эм... Ты какой-то потерянный. Эм... Говорят, если сражаться долго с автоматонами, то может развиться... Автомато... Автоматонофобия. Вроде так называется. Роботофобия. Ммм... Я не понимаю, о чем это, извини. Вот у builder. Фоль миллер. Говорят, я handicplus-фоль. У меня потому, что я обосновлюсь к своей земле. Отшим favorable налога. Во Raphael. Вообще кстати... рез �уми市ер-химетр-химетр. У으니까ет на лидlest рванг休 griна... На выс ore в viktigtле бут möglichst шли�. Ага, а гриборги... Они запланили эту планету, я тебя понял. да 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 слушай и я тебя оставлю и по моему какой-то дурной что это такое станок верстак для крафта такой же есть на нашем ups а что если ты же никому не скажешь да да делай вид что ты ничего не видел и вот это я тоже что такое что я не я случайно а я как раз ухожу только нибудь это вопрос не будет говорит какой же я хороший убеждатель убеждатель 2000 это вот видимо с такими гадами нам придется сражаться на просторах этой токсичной планеты интересно здесь все планеты токсичные интересно здесь вообще несколько планет но по идее да мы же должны сейчас найти как раз модуль для нашего корабля уже нашего корабля чтобы покинуть эту планету и куда-то еще отправиться напомним мы тут какие-то ресурсы ищем чтобы помочь нашим колонистам будущем выжить ну вход явнее с этой стороны но на всякий случай вдруг что-то разработчики здесь припрятали да да вечер я люблю такой подход когда моя любознательность вознаграждается а как вот сюда наверно это та самая церковь и живет макс привет и слишком чисто любишь погрязнее святой отец максим здравствуйте яс what is it you're an outsider fantastic vicar maximilian de soto at your service or vicar max of your the sorter prefers brevity and miss holcomb as well how rare to see you out and with a complete stranger curious да это моя но новая будущая жена не засматриваю да вот давай сразу к делу порвать хотела посоветоваться с тобой о просьбе рида как я тебя подставил возможно она у вас влюблена а кентам мэджин what would be so great as the driver to my mission what is mr tobson master to do он попросил обрезать дезертиром доступ к электричеству отвечайте поскорее мы торопимся да женитесь вы уже боже мой а сумме your goal is to save as many as possible then you should bring everyone together send the power to edgewater and convince the desert is to return to the fall а так можно переключить подачу подачу подожди зачем мне переключать подачу если я хочу забрать этот модуль себе на корабль ладно только время потеряли а идите в задницу максим что а впрочем не в задницу потом с тобой поговорим слушай ам на ладно впрочем нет о помню кстати этот wallpaper устанавливал себе на рабочий стол скоро после анонса игры и так нас попросили выйти в открытый мир и установили новую метку которая находится достаточно далеко ну что попробуем обойти все это дело посмотреть на местные красоты я без сарказма в целом картинка то выглядит интересно напомню что играю я с хуана xbox one x проблема с производительностью не было Это не реклама, просто держу вас в курсе А то сейчас начнется Там в комментариях Два раза сказал про Хуан Мне посоветовали ключ Точнее Мне предлагали ключ на выбор PS4 Pro Соответственно у меня есть наличие Xbox Но я знаю что Xbox На данный момент мощнее Раз поддерживать некоторые игры В 4К 60 FPS А сам я жду игру на ПК Вот только непонятно где ее покупать В Epic Story или В Steam В Steam написано что в 2020 году Она выйдет, представляете Вот не знаю Эти ландшафты Все настолько Несерьезно выглядят Это что за дела? Кто здесь живет? Парвати, ты чего мне ничего не сказал? Ну-ка. Вот оно как работает. Хорошо. И кто здесь установил мины? Общественный центр. Нет, нам пока туда не нужно. Мародер-задиры. Понятно, мародера установили. Слышь, мародер, иди сюда. Сюда иди. Давай-давай-давай. Поближе к бочке. Да, не царапина. Профессионализм это называется. Немного странной анимации. Ну да ладно. Наверное, простительно. Главное, чтобы этот мир не выглядел пустым. Ну как вы думаете, можно ли зайти в одну из этих построек? Он что, спит? Здесь кого-то убили. О-хо-хо. Штурмовая винтовка. Ну-ка. Это выглядит интересно. Зайти можно. То есть, это не просто декорация. Ммм. Какая свинка аппетитная. Можно поскрести по сусекам. Понял. Любители полутаться останутся, ну, скорее всего, довольны. Эти текстуры не сразу прогрузились. Ох уж эти текстуры мутненькие. Ладно, все, я завязываю. С критикой визуальной составляющей. Мне просто хочется, чтобы в играх современных, тем более от первого лица, была действительно клёвая, кайфовая графика, чтобы можно было наслаждаться. Грейс Ромеро. Наверное, с вами нужно поговорить. А вот можно ли вас убить? Ладно, пока не будем этим заниматься. Видимо, она чувствует себя, или он себя чувствует, я так и не понял, местным авторитетом. Вау! А вот это выглядит очень даже ничего. Мило, уютно. Аделаида. Я почему-то думал, что вы живете в пустоше. А у вас здесь очень даже клёво. Стойте. Ну и как? Как после этого я могу отключить вам электричество? Говорится, и консервы есть. Вы все здесь жрёте консервы, что ли? Вы Аделаида, да? Зелёная рука, бабушка. Я буду вас звать бабушкой. С горящим ухом. Планета горящих ушей. Не зря мы порвать её взяли с собой, все её знают. Сейчас наладим контакт. Табакуруза? Чай с табакурузой. Это, наверное, вкусно. Да нахер этого мэра? Я действительно могу у вас остаться. Меня прислал Рид. Он предлагает мир. Да, сразу к делу. Да, он самый. Ну, он хочет отключить вам электричество и... Хм, да. Вернуть вас на рабочие места. Он просит хотя бы обдумать возвращение в город. Он готов пойти вам навстречу. Наиболее дипломатичный вариант я выбираю. Я понимаю, что у вас всё хорошо, но мне бы взлететь с этой планеты, а у вас есть кое-что, что мне нужно. Мне нужен регулятор мощности. А, либо с их завода, либо с вашего райского уголка. Я понял. О, шамой, ну что же вы... Я разрываюсь теперь. Поступок, говорит, достойный герой. Герой ли я? Хочется ли мне этим заниматься? Мне просто нужно починить корабль. Пожалуйста, пощадите. Вот чёрт. Я подумаю. Ну, это мне сейчас нужно идти на завод. Ой. У вас глаза светятся. Вы точно человек? Блин, у вас всё светится. То, что глаза... Мутанты какие-то сплошные здесь живут. Очки навыков. Пока не будем тратить время... ...на очки навыков. Записки, записки, записки. Ну, хорошо. Давайте сравним условия проживания и рабочие условия. У этих ребят. И, соответственно, на заводе. Ну, что могу сказать? В туалете чисто, в принципе. Санэпидемнормы соблюдены. Погнали тогда на завод. Благо, это, сказать, что далеко. 180 метров отсюда. Спейс. Спейсерс-чойс. Мужчина со шрамами на губах. Ботаникал лэп. Ну, выглядит, кстати, стильно. Прикольно. Хорошо. 250 метров. А есть здесь какая-нибудь карта? Наверняка есть. По дороге мы идем. И потом направо. Все. Я понял. Ориентироваться можно удобно. Впервые посмотрел на карту. И... Нашел путь. И это мне не всегда удается. Я вот к чему. Дрить. Это... Удов. Удав. Враг убит. Шкура. Вот ты шкура. Это завод, да? Ну, судя по всему. Судя по другим. Массивное предприятие. Я думаю, что мы с центрального хода зайдем. Очки даются за обнаружение новых локаций. Мне, говорит, всегда хотелось сюда заглянуть. Слушай, видимо, просто так мы вот не пройдем здесь. Где проходная-то? Ресепшн где? Понял. Мародеры пытались проникнуть на завод. У них ничего не получилось. Автоматон часовой. Благо, есть метка, которая позволит идентифицировать... А почему красная? Не понял. Которая позволит идентифицировать нашу основную цель. Это что такое? Коевой дрон. Главное, чтобы тебя не увидели. Меня-то точно никто не увидит. Я не ожидал. Чего? Уходи. Какие-то дроны здесь странные. Ну вы серьезно? Боже мой! Так, ладно, ищем вход. А вот и вход. До свидания. Теперь осталось понять. Если мы вернемся в предыдущую локацию, они сохранят уровень агрессии или нет? А может быть, они проследуют за мной и отреспаунятся прямо в этом помещении? Впрочем, ну да, очень много сомнений. И по первому, и по второму варианту. Эта луна меня несколько пугает. Мне кажется, она насилуется. Путников. А здесь уже отработали, смотрите. Кто-то был здесь до нас. Рабочей станции. Ну блин, здесь же тоже рабочие. Они же... У них семя. Они работают. Не покладая рук. Черт, это не мои проблемы. А с тобой придется, наверное, стражаться. Это было быстро. Порвать не подведи. Нельзя использовать во время боя. Да ну что ты такое говоришь-то, а? Ты долго будешь стрелять? Это вот 10% ты сняла, да? За последние секунд 40. Отличный напарник. Пойдем быстрее. Не мешай мне работать. Перераспределить мощность. Вот смотрите, даже уже пункт для нас такой заготовлен. Все. Вот и приходит сила. Статус электростанции. Статус электростанции. Дело сделано. Три размыкателя. Это будет достаточно. Три размыкателя. Говорит, быстро разберемся. Ну, пойдем разбираться. Это, как шприца. Здесь шприца вместо крыса. Такие милые зверьки, боже мой. Последний раз нечто подобное я видел во втором анриле. Запечатано? Это ненадумно. Вести пароль? Аааа. Личные дела? Ааа. Дело сделано. Я специально сделал паузу, чтобы вы могли тоже поставить видео на паузу и прочитать все эти сообщения, если вам интересно. Нас никто не видел. Два еще. Два еще. Что случилось с мисс Макдевитт, если мы отправим паузу в Ветер... Блин. Так, в укрытие. Эти патроны закончились. Найс вон, спасибо. Воу! Боже мой, вы только на это посмотрите. Ну, специально вам альтернативную концовку хотел показать. Я мог бы, конечно, и выключить на этом, но надо. Надо дожать еще два рычага. Это наша основная миссия. На сегодня. Кажется, я даже вижу, не то чтобы когтей смерти, но что-то очень отдаленно похожее. Обратите внимание, мы восполнили запас жизненных сил, но... В тот же момент нас и убили. Было странно. Ооо, are you serious? Хорошо. Посмотрим, как это работает. Здравствуйте, до свидания. А сохранился ли прогресс? У нас сегодня день тестов. Возможно, это был чекпоинт. Если это был чекпоинт, значит, прогресс точно не сохранился. Вообще, я бы сохранил, конечно, после каждого захода на определенную территорию. Может быть, и найдутся ребята в комментариях, кто является приверженцем старой школы и скажут, что нет, только ручное сохранение и ручная загрузка. 50-ми. Ооо. Ну, жаль, конечно, жаль. Никому не нужное повторение одних и тех же действий. На всякий случай, да. Для вас предупреждение. Здесь дверь, соответственно, вот так. Ну, потеряли одну минуту. Как удачно он нам выдал пароль, да? До свидания. Итак. Рычаг номер один. Как только тр Ace Hit Un'. И это сочинание. Вообще, это шоу-мой. Откнули. Пр Б Ходин. так придется что-то придумывать что такое порвать вам плохо вставайте спорвать все хорошо она видимо дожидается конца схватки и потом невозмутимо встает продолжается свое пешее шествие это тоже выглядит красиво и не настоящий ты не настоящий кто там такое говорит это точно завод по производству консервов уходи фантом какой-то хиггинс там кричит а уже что раньше не сказала простить боже мой я ж загорелся я уже говорил что я люблю шутеры с геймпадом да а где-то раньше держал свой молот пара критических выстрелов пожалуйста быстрее крыша сносная схватка вставай хватит валяться кстати молот у тебя просто супер надо его стырить так второй рычаг я сейчас от процессе твою дату ну то есть ты как дурак стоишь напротив врага и стреляешь в принципе если пушка позволяет то отчасти все это будет выглядеть очень очень странно страны и вот приходит сила пустите меня пожалуйста куда дальше девяносто три метра ну что погнали у меня нет музыки бени под которую бегал бени бени хилл но и засове это здорово а чё с засовом делается наверно наверно сначала нужно всех убить вот как они схитрили из пока ты не убьешь всех ничего не откроется ну что же делайте ваши ставки в комментариях справлюсь я или нет сейчас будем выманивать по одному осталось в принципе не так много роботов это плохой дамаг подробно об изъянах во время путешествий с вашим персонажем может случиться что-то такое из-за чего возникнет предложение об изъяне фобия я про вам я я я вам уже про них рассказывал робофобия и вот можем принять соответственно эту фобию в минус будет естественно нас атака но зато мы будем выбирать себе дополнительный навык очко способности 50 процентов опыт за убийство напарниками жаль что не за убийство напарников я бы быстро прокачался вот такая вот но новая механика интересная и как механик особенно что так все убили а вот мне кажется что он на время просто упал потерял сознание на засове ну ладно тогда нам нужно найти какой-то компьютер рычаг мы дернули хорошо можно было наверное скрытном режиме здесь подняться культ управления любренезиновый спрей черт его знает зачем птички поют это мне письмо пришло не обращайте внимания так может быть здесь в принципе все заблокировано и сюда не нужно вернемся обратно сейчас проверим у нас осталось еще несколько минут до звольного времени а эту дверь мы не взломаем потому что катушек не хватает на верстаке что можно сделать отремонтировать улучшить или изменить оружие допустим я хочу проапгрейдить наш пистолет я могу это сделать мак снаряды модификация оружия дальнего боя магазин увеличивается вместительность магазина установить модификация установить модификацию установить а патроны все равно не завезли а патроны все равно не завезли угу все как бы все это дело отключить ой 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 хиггинс возможно хиггинсу можно помочь я знаю что вы хотите что-то я бы помог спать не будете скажете вот этот проклятый ютюбер стример не помог человеку ну что у тебя-то хиггинс вы как будто из 2013 года к нам прибыли успокойся я тебя не трону и кинсах и фантом завтра токпи фор хай ньюа шин и беннад спрак ра си си хиггинс сиспай вас аууи спорта 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 слушай Я тебе не мерещусь. Объясни, что к чему. Ну и давно ты здесь торчишь? Чем ты занимаешься? Что-то слабо верится. А теперь ты видишь Death People, фантомов. Что случилось со станцией, расскажи. И как такое случилось? Может кто-то взломал систему? Ну, тебе очень повезло. Ладно. До свидания. Небольшое объяснение того, что произошло на этом заводе. Ну, в принципе, этот выбор, наверное, достаточно очевиден. Раз и так всех убили, то зачем им нужна энергия? Работников-то больше нет. Послесекам имеет смысл поскрести, так как припрятаны для нас небольшие лутбоксы. Попробую сейчас выбраться снаружи. Попробую сейчас выбраться снаружи. Ложная тревога. Мы бы там и не прошли. Эй, мистер? Ну? Да нет, не очень. Ну, наверное, я лишу город производства, и там совсем дела будут плохи. Я не против услышать твое мнение, рассказывай. Я не думаю, что ты должен снять силу Эдвуатера. Я думаю, что это будет круто. Я извиняюсь. Это просто как-то вышло все равно. Эдвуатер слезает. Мы потеряли работников год за год, и корпоративно никогда не вызвали реформации. Немного не хватает Салтуны, чтобы снять наши ноги. Но в городе есть несколько хороших людей. Порватье, но не дави. Но... Подожди. Есть повстанцы. Есть... Я вижу, куда ты клонишь. И вот он выбор. Неочевидный. Дезертиры или все-таки город. И зачем ты вмешалась порвать ей? Не надо... Взгляд свой. В пол. Обращайтесь. Ну что, Ютуб? Извините, я не хотела говорить так. Я просто... Я чувствовала, что я должен сказать что-то. Да-да-да. До свидания. Простите, эм... Угу. Угу. Два варианта. Либо Edgewater, либо ботаническая лаборатория. А третий вариант на ней не дано. Хотя, может быть, он есть, мы о нем не знаем. Следовало с кем-то поговорить на эту тему. Хорошо. Сейчас я пойду на пути у Парватти. На стриме, возможно, мы выберем другой вариант. Перенаправить питание на Edgewater. Угу. 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 Ладно. Поговорим позже. С тебя свидание. При свечах. Понятное дело, что в городе нас начальство примет с распростертыми. А вот, что нам скажут другие поселенцы? Секундочку. А как отсюда выйти? А, нужно обязательно с ним сразиться? Порвать тебе нужна твоя помощь! Угу. Вот так вот сработались. Все? Могу выйти? Они как раз здесь недалеко проживают, я думаю, что мы успеем дойти и с ними пообщаться. Возможно, они даже устроят переселение, вернутся обратно в город. Но что-то мне рассказывает, скорее всего, визуально мы не увидим никаких изменений. Процессинг. Процессинг. Ага. Сейчас нас тут от процесса пополнили. Воу, вот это дырки. Насквозь пролетело? Да не, не может быть. Но выгляло красиво. Порвать и увидимся чуть позже. Я уверен, что ты сможешь за тебя постоять. Что это такое? Додуванчики какие-то? Ооо. Даже нельзя пофармить одуванчики. Эта игра получается какой-то, не знаю, обрезанная, что ли. Уж простите за выражение. Хочется ее, естественно, сравнить, наверное, с фуллаутом. Ну, блин, даже фуллаут получается разнообразней. Опа. Городской совет, смотрите. Привет. Это я вам поднастрял. Слушай, я смотрю, у тебя много поклонников. Ну, в принципе, оно и понятно. Никто жизнь не покончил самоубийством. Что? Ну? Почему? А почему мерзкая змея-то? У вас тоже ухо светится, вы принадлежите к одной секте. Так берите свою еду и дуйте в город, а то вот в пяти минутах отсюда. Почему я это сделал? Из-за бабы. Риду нужны люди. Блин, я ждал ведь вариант, что там тоже люди как бы живут и... Слушайте, я готов разобраться с Ридом ради вас. А может, я люблю хаосить? Кажется, нас ждет продолжение нашей истории. Хватит разговоров, я побежал убивать Рида. Так, чуваки, с вами позже поговорим. Делаю ваши ставки, Ютуб. Сможем ли мы оприходовать мэра? Он нам ничего плохого не сделал. А что скажет порвать тебя? Когда узнает. Хотя она, по идее, и так знает. Она стояла у меня за спиной. Могла бы и вмешаться. Вот этого не хватает. Если уж она вмешалась при принятии решения финального, то могла бы и здесь, наверное, привнести в хаоса нашу дискуссию. Поставить под сомнение выбранные методы. Ну, они пока еще не выбраны. Игра по факту не знает, как я поступлю. И на этих словах все зависло и отвисло. Это как-то очень странно было. Ну, я уж хотел заканчивать. Игра такая, подумай, не делай этого. Эдж-уатер. Эдж-уатер. Я думаю, что... Мачете это мой выбор. Точнее, кинжал или что это такое? Нож. Гвардейца. Но у него там есть защита. Придется со всеми сражаться, наверное. Пока меня не убьют. интрига прокачать бы оружие купить патронов заминировать бы его как фулауте или стимпаками обдолбать можно подслушать наверное разговор узнать какую-то полезную информацию 38 метров но он же наверху может не убивать своего босса ампам пам 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 также белка музыку масса эффекте едешь полчаса и слышишь здравствуйте а ну да у вас тут проблемы надеюсь вам понравился этот выпуск на канале в love games игра the outer worlds я помню что 25 она выходит я не знаю какой день вы смотрите эту запись но впрочем возможно вы уже играете получаете удовольствие до встречи на нашем твич канале твич tv стаж love games буду рад вас видеть в рамках прямой трансляции если понравилось что по традиции комментарий лайк я уж точно не откажусь пока